Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Ногти на моих обеих руках уже давно требуют коррекции, но сегодня я хочу пределить внимание только моей правой руке, так как здесь отросшая часть намного больше, апекс сместился, ногти очень сильно клюнули, я уже подпиливал длину, но так как времени переделывать маникюр полностью у меня не было, я решила еще раз их укоротить и сделать их максимально короткими. Я это делаю с помощью пододиска, это получается очень быстро и легко, не нужно пилкой 3 часа спиливать лишнюю длину. Чтобы фреза не била по ногтю, нужно ставить ноготь с той стороны, где фреза приподнимается, а не наоборот. И не важно в какую сторону она вращается, на форварде или на реверсе. Образовалась толщина, которую я убираю керамической фрезой, это тоже получается очень быстро. Пилочкой убираю провисшие параллели, подпиливаю еще немножко длину и кое-где я поцарапала топ. И так как я планировала походить с этими ногтями еще недельку, не из-за того, что мне хотелось ходить с такими страшными ногтями, нет, мне просто не хватало времени, я прикрыла сверху глянцевым топом, чтобы хоть как-то скрыть вот эти царапины. И вот такого состояния я проходила еще неделю, а то и две, уже точно не помню. И когда уже у меня начались огромные отслойки на правой руке, я все-таки решила их переделать. Они начали предоставлять мне дискомфорт, начали цепляться за волосы, при малейшем движении они гнулись, и это уже было травмоопасно. Быстро избавляясь от предыдущего покрытия, я это делаю керамической фрезой, но в последнее время я больше люблю твердосплав, именно от фирмы HITOS. А вот эта керамика у меня стоит на запасе. В ужасном состоянии находятся мои ногти, вот из-за этого нельзя перенашивать покрытие. Я убрала полностью весь материал, убрала всю длину, и хочу нарастить сегодня ногти на типсы. Изначально я планировала использовать вот эти подложки от фирмы Nile Pop и использовать их суперклей, именно для этих типс. Но, к сожалению, мне не нравится форма данных типс. Она мне абсолютно не нравится лично на мне, поэтому я решила их сменить и выбрала другие типсы. Большая коробка, здесь у меня 504 типсинки. Это форма балерина, и вот эти типсы мне уже подошли больше. Длина данных типс очень большая, и если наращивать короткие ногти, то спокойно можно использовать одну типсу несколько раз, так как номер остается в самом конце, то есть на торце. Перед наращиванием обязательно наношу тонкий слой базы, это у меня Борн Притти, сушу его в лампе. Наращивать буду на базу, опять же, 8 в 1 от фирмы Борн Притти, у меня уже были приключения с этой базой. Я думала, что виной всему был фонарик, но смотрите, в этот раз я никак не подготавливала типсу, просто наношу базу 8 в 1, прикладываю и сушу фонариком, который я предварительно вам уже показала, зарядила, то есть он у меня был очень мощный. Вот сейчас я пробовала типсу, вроде она хорошо держалась, я ее силой пыталась оторвать, но ничего у меня не получилось, поэтому я спокойно продолжила наращивать все остальные ногти. Кстати, по поводу этих типс, они очень нежные и деликатные, я одну протерла спиртом, и она просто разлезлась у меня в руках, посмотрите, потрескался весь пластик, так что с ними нужно быть очень осторожными. Быстро я нарастила эти ногти и также быстро убрала лишнюю длину с помощью гильотины. Очень аккуратно, стараясь абсолютно не касаться типсы, но это очень сложно сделать, убираю липкий слой с базы, так как мне нужно опилить ногти. Кое-где я все-таки дотронулась спиртом до типса, и она у меня кое-где треснула, но в принципе не критично, так как эта зона у меня еще будет перекрыта гелем, так что здесь ничего страшного. Фрезой керамика, убираю ступеньку после наращивания, здесь она абсолютно небольшая, вот эти уголочки нужно было предварительно срезать, чтобы потом долго их не выпиливать. Мои натуральные ногти довольно-таки широкие, и нарощенные ногти смотрятся на мне как лопаты, они расклешенные, как будто бы на свободном крае. Я в этот раз хочу попробовать использовать обратный пинцет, для того, чтобы поджать арочки. Запилила пилочкой также типсу сверху, и обязательно наношу тонкий-тонкий слой базы, покрывая абсолютно всю поверхность, чтобы потом в дальнейшем гель у нас не отслаивался. В работе буду использовать мой гель-замес, стараюсь нанести его максимально тонко, чтобы не придавать лишнего объема ногтям. Но благодаря этим типсам, которые как подложки, да, лишнего объема на ногтях не будет. Распределила гель, перевернула обязательно пальчик, сформировался блик, и отправила в лампу на 10 секунд. После 10 секунд поджимаю обратным пинцетом. Здесь я, к сожалению, не засняла момент поджимания, уже показываю вам окончательный результат. Но на остальных ногтях я все процессы засняла. Так что давайте смотреть. Проходит 10 секунд, мы вытаскиваем руку, ставим обратный пинцет, и в таком вот положении вместе с пинцетом отправляю ручку в лампу. Проходит минута, снимаю зажим, и вот такой результат у меня получился. Очень красивый, арочный квадрат, и ногти уже не смотрятся как лопаты. Очень сильно видна разница в сравнении с ногтем на среднем пальце. Вот сейчас я его поджала, и посмотрите, какая разница. Очень красивый, изящный квадратик. Все то же самое я проделала и с остальными ногтями, но мне не нравится, что светится свободный край, поэтому я еще сняла липкий слой и подпилила, укоротила немножко ногти. Топ буду использовать с Алиэкспресс. Кстати, я уже его протестировала, и он мне не очень понравился. Блестит он не очень долго. Вообще, наращиванием я осталась очень довольна. Такие красивые арочки получились, изящные тонкие ноготочки, но радовалась я не очень долго, где-то около недели. Спустя неделю у меня отслоился первый ноготок на большом пальце. Я подумала, ну, бывает, возможно, что-то я там накосячила, потому что все остальные ногти вроде как стояли хорошо. Я решила его перенарастить, взяла все те же типсы, но вот я вот показываю еще раз, что обезжирить их я не могу с помощью спирта. То есть, остается единственный вариант забафить типсу, чтобы была хорошая сцепка. Что я, в принципе, и сделала, но из-за вот этого, из-за вот этой ступеньки, которая есть на типсе, да, это было не очень просто, но, в принципе, не сложно. Я забафила типсу и все так же использовала базу 8 в 1. Я до последнего не хотела верить и не признавала, что проблема именно в этой базе. Нарастила ноготь, укрепила его все тем же гелем и сейчас показываю вам арки, насколько сильно они раскрылись. Мне это совсем не понравилось, но еще больше мне не понравилось то, что все остальные ногти, которые были нарощены в первый раз, очень легко отошли от ногтевой пластины. Просто в один прекрасный вечер я села смотреть фильм и как семечки отгрызла все нарощенные ногти. Ни в коем случае не повторяйте за мной и не нужно сгрызать либо сдирать покрытие. Лучше пойти к мастеру, пускай вам все снимет. Я же не смогла терпеть, я раньше никогда не сдирала покрытие, но здесь они настолько легко отходили, что я просто не выдержала и сгрызла все. В этот раз я буду использовать всю ту же базу, все те же типсы. Предварительно убираю усики, так как это будет более практично. Царапаю типсу с помощью керамической фрезы, как это я делала на большом пальце и вроде как там все держится хорошо. К сожалению, у меня на этом этапе закончилась память на телефоне и я не смогла вам показать процесс укрепления ногтей, но там в принципе все то же самое, просто я изменила гель. Здесь я использовала фирму Луна Мун в розовом оттенке и вот такие ногти у меня получились. Скажу сразу, эти ногти простояли месяц до коррекции, ни один у меня не отслоился и вот этот второй метод наращивания уже был удачным. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Если да, то поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, на мой телеграм, я буду очень вам благодарна. А я на этом с вами ненадолго прощаюсь, всем до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok